Итак, с нами президент Грузии Саламезу Робешвили. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Международные наблюдатели высказали ряд сомнений по поводу прошедших выборов, но не зашли так далеко, чтобы назвать их результаты фальсификацией. Почему вы не признаёте эти выборы? Ну, во-первых, международные миссии наблюдателей не осуждают законность выборов сразу после их проведения. Им нужно получить гораздо больше информации. Наши собственные наблюдатели на местах очень чётко говорят о большом количестве инцидентов. Полученная мной информация об изощрённости и многочисленных формах фальсификаций заставляет меня сделать заявление, которое я сделала вчера. Потому что результаты выборов идут в разрез с многолетней тенденцией всех опросов общественного мнения, которые мы проводили в Грузии. Особенно после принятия закона об иноагентах и протестах на улицах, которые показали, что население хочет сохранить свой путь в ЕС и поддерживает проевропейские силы. Так что эти выборы были украдены. И я думаю, что грузинский народ на улицах подтвердит моё мнение. «Партия «Грузинская мечта» правила в одиночку, но теперь ей предстоит создать коалицию. Оппозиция заявляет, что не будет работать вместе с «Грузинской мечтой». Разве у оппозиции не будет больше рычагов влияния при работе с «Грузинской мечтой»? «Вы шутите. Я думаю, что, во-первых, «Грузинская мечта» не намерена создавать коалицию с кем-либо. У них есть большинство. Они надеялись на конституционное большинство, и я думаю, что это и объясняет масштабы нарушений. Они стремились довести результат до 60%, чтобы осуществить свои планы, объявить импичмент президенту, посадить в тюрьму оппозиционные силы и провести судебные процессы над некоторыми оппозиционными партиями. Я не думаю, что это входит в планы демократической коалиции. Я намеревалась сформировать вместе с четырьмя проевропейскими партиями правительство, чтобы способствовать началу работы этой коалиции. Правящая партия не дала нам такого шанса. Она могла сохранить в парламенте свои 30% мест и стать демократической оппозиционной силой. Это не то, что они выбрали. Они выбрали диктатуру, а не демократию. После выборов в Тбилиси сохранялось спокойствие. Теперь вы призываете к протестам. Почему вы уверены, что люди откликнутся на ваш призыв? Но вы сегодня вечером будете здесь. Можем посмотреть вместе, что получится. Чего вы хотите добиться? Мне не нужно ничего добиваться. Я ясно выразила свое мнение. Я думаю, что именно грузинский народ должен поддержать это решение, потому что именно он видел, как крадут его голоса. Именно их силой загоняют в режим, который будет больше похож на Россию, чем на европейскую демократическую страну. Люди будут уезжать из Грузии, если не изменить это. А права человека и иные свободы ждут большие перемены. Если мирные протесты не приведут к цели, что тогда? Я не могу предсказать будущее. Я думаю, протесты, особенно мирные, как это происходит в нашей стране, не всегда начинаются с уверенностью в достижении цели. Думаю, есть множество различных стратегий. Политические партии могут потребовать проведения повторных выборов, возможно, при поддержке наших европейских партнеров, чтобы достичь уверенности в прозрачности и честности. Партии также собирают больше данных о произошедшем, чтобы привести доказательства в надлежащий вид. И тогда они смогут разработать стратегию. Я собираюсь оставаться как можно дольше, чтобы быть единственным независимым институтом в этой стране и до конца бороться с этим скатыванием к диктатуре. Правящая партия позиционирует себя как единственная сила, которая может сохранить мир с Россией, что важно для многих, кто не хочет войны, как в Украине. Что бы вы им сказали? Я бы сказала им, что нет ни одного грузина, который хотел бы войны, потому что мы помним ни одну войну. И не только против России, но и будучи, по сути, последние два века вместе с Россией. Так что это общая забота всего народа. Но мы также знаем, что единственная страна, которая может начать войну, это Россия. И что единственное, что может защитить эту страну от войны, это внутренняя стабильность, это демократия и путь в Европу. Что поставлено на карту для Грузии? Ее будущее. А чего вы ожидаете от ЕС в этой ситуации? Какие конкретные шаги вы хотите увидеть от Брюсселя, госпожа президент? Думаю, Брюссель, как и после принятия российского закона, должен очень внятно потребовать от этого правительства выполнения рекомендаций Еврокомиссии, отказа от всех российских законов и проведения свободных и справедливых выборов. Я думаю, что правительство не выполнило ничего из этого. А в качестве предвыборного обещания, наоборот, пообещало арестовать лидеров оппозиции, ограничить гражданское общество и поставить под контроль СМИ. Я не думаю, что это приемлемо для европейских партнеров. И последний вопрос. Сегодня вечером в Грузию прибудет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В настоящее время Венгрия председательствует в Европейском совете. Орбан уже поздравил грузинскую мечту с избранием и победой. Что вы думаете о его визите? Я не думаю, что у него есть какой-либо мандат от Евросоюза. И думаю, что грузинскому народу, хорошо разбирающемуся в политике, ясно, что если он и приедет, то только как друг нынешнего правящего большинства в новой попытке оказать психологическое давление на людей. Но мы более устойчивы к этому.